Все, переключаемся на чат, на игру, я сказал, на игру переключаемся. Эй, какого черта? Надо перезаплатить этим ускорение. Только что же все было нормально, только что же все работало хорошо. Стой. Чертова игра. Все, короче, так сойдет. Надеюсь. Ай, так, со звуком там, скажите, как нормально все, нет, слышно меня, слышно игру, не слышно. Пока тут расскажу что-то как. В общем, изначально в игре есть несколько уровней сложности. Не важно, где тут что-то как. Нормально, сложно, доступно, поначалу только. Они довольно сильно таки отличаются. В том, после пробуждения любого из них, появляется дополнительное задание под названием «Анигиляция». Это совсем другая карта, по идее. Так, значит, игру чуть тише надо сделать. Сейчас запилим. Сейчас все будет. Вот так вот. Вот, короче, появляется дополнительное задание «Анигиляция». И после прохождения появляется такая классная штука в бонусных опциях. Вот. Появляется сканер брони. Великолепная штука. Она показывает хп у всего, что есть, и у персонажа в том числе. Довольно полезная вещь. Ну, увидите, в общем-то. Так, ладно. Короче, начинаем боли страдания на уровне сложности хард. Тут у нас, типа, сюжет. Сюжет я читать не буду. Я думаю, читать вы умеете. Его, в принципе, видно хорошо вам. Мне так себе видно. Потому что у меня в мелком окне, которое нифига не растягивается. Вот. Ну, на двух последних сложностях. Это, соответственно, хард, ты имел в виду, рафы, и аннигиляция. Да, игра полностью монохромная. Что она из себя представляет? Ну, естественно, это же метроидоподобная игра с исследованием. Как же иначе-то? А что же еще по-вашему играет? Тут у нас есть выстрел в лево, выстрел вправо, передвижение. Рэпидфайр, которым я буду часто пользоваться. Очень-очень часто пользоваться. Потому что это просто великолепное изобретение, на самом деле. Рэпидфайр. Потому что турбопалец не всегда, скажем так, справляется. Что это делает, умеет наш персонаж. Он может телепортироваться к сохранению. Вот, кстати, карта. На карте у нас указаны сейвы, у нас указаны вот эти вот вопросительные знаки. Это место, где находится на данный момент самый слабый босс, которого я смогу победить. Так что... Тут все очень-очень плохо будет на этой сложности, уверяю вас. А проходить-то проходил, конечно, но... Это страшно. В отличие от нормала, эта сложность, она просто... Суровая очень. Она не прощает ошибок. При этом, при получении урона, персонаж на некоторое время перестает стрелять. И это иногда бывает очень критично. Когда вот на тебя вот такой вот блют хелл идет. Но сейчас-то ладно, сейчас-то еще только начало игры на харпе. Сейчас-то еще полнейшая хрень, и это нифига не страшно. А потом, когда врагов будет уже огромная куча такая... Вот тогда начнется адовое веселье просто. Я думаю, как бы... Здесь нет хейтеров Рэпидфайра. Чтобы упрекать меня во всем этом. Конечно, был еще один вариант. Более такой простой для прохождения этой игры. Это настроить... Через экспадер себе турбокнопки. Вот там вот. Тогда игра бы на харде спокойно бы прошлась. Без каких-либо серьезных проблем. Я тестировал это на днях. Когда я пытался эту игру уставшим проходить на харде. И снова. Ну, да, конечно, лучше использовать турбопалец, но не всегда. Потому что персонаж может опускать только 6 равных выстрелов на экране. Не больше. Эти вот штуки, которые уничтожают у нас... Я даже не знаю, как объяснить, что это за хрень такая. Короче, вот видите вот эти вот полоски. Там раньше показывал эти полоски. Короче, это силовые поля, которые нам мешают пройти дальше. Вот. Их иногда надо уничтожать. Карту здесь не обязательно вообще всю открывать, чтобы пройти игру. Но тут есть одно... Не помню это условие, вообще это или нет. Здесь кое-что нужно найти. Увидите, что именно. Когда я дойду до этого момента. Ну да ладно. Вообще, чем отличается нормал от карта в этой игре? Отличается он довольно-таки весомо. Прям очень-очень весомо. То есть обычно в играх что делают на нормале карты? Обычно врагов очень жирными ставят. Или персонажа КП меньше делают. Ну, либо еще такое что-нибудь. Короче, дешевую сложность делают, грубо говоря. В этой игре карт в какой-то мере интересно сделан, но это не отменяет его боттвердности. Так что... Так что вот. Нормал тут нормал. Для простых людей это да. Короче, вот. Я буду собирать ПК. Эти ПК связаны с базой этого клав-босса. Мне их надо собирать, типа. Так. Что там у нас? Идем к боссу. Сюда идем до него еще. Просто иногда... Проблемно добираться до некоторых локаций. Нет, по-моему, она где-то... Я не знаю, там, еще общая игра. Кстати, вторая часть. Я как-то сильно не интересовался этой игрой. Некоторые вот такие вот локации бывают, где нужно выпилить всех врагов, чтобы дверь открылась. Поначалу это нормально, но ближе к концу игры будет боль, страдание и унижение в этом плане. Потому что будут враги, которые могут соперничать с боссами даже. Появляться в таких комнатах. Грубо говоря, это будет просто очередная битва с боссом. Только как бы не фиксировано и все. Ну, собственно, вот у нас первый боссарик. Который сейчас сдохнул однозначно. Потому что я туплю. Чтобы я не тупил его. Был шикарно. Ну, в принципе, это, можно сказать, немного радиуса такого. И нам дают первый эвергрейд, который, в принципе, может быть полезным, если им правильно пользоваться. Вот такой вот хрень. Она может отражать простейшие выстрелы врагов и все. Больше она ни на что не способна. Конечно, в дальнейшем она ее улучшит, но... Тем не менее, это не меняет ее бесполезности в некоторых случаях. То есть, допустим, очень близко нужно подобраться к врагу, чтобы ему нанести урон от этой вот хренью. Согласитесь, это сложно сделать, чтобы не получить от самого врага. В принципе, вообще игра спидрана может пройтись не на 100% за буквально минут 6. На ютубе есть такое. То есть, тут просто не обязательно вообще все-все-все собирать в этой игре. Можно просто отправиться к финальному боссу и все. Больше ничего. Ну, это довольно-таки проблемно будет, на самом деле, проходить. Ну, собственно, вот первый босс. Я не знаю, можно это называть отсылкой к зелье какой-нибудь. Там тоже был дракон. Не знаю, я почему-то иду к зелье. Сразу не слышу машину. Босс на самом деле, ну, простой. По факту это, не знаю, первый относительно такой несложный босс. Не считаю, вот, только ринг, который уничтожен. Однако здесь есть такая фишка, что на нормале у него было всего 3 головы, а на харде уже у него становится 5 голов. Правильно занятное усложнение босса. Ой, тот, кто сейчас получит врагов. При этом, как мы видим, головы действуют по-разному. При этом, нас еще какие-то говном стреляют. Да, этот лазер лучше сбегать. Потому что он серьезен. Он очень серьезен, на самом деле. Ну, так вот, по мне, так самая оптимальная тактика на босса. Лучше я ничего не могу придумать. Давай, голова последняя. Все. Умри, говно. Литл агрофон. Ретро же, шретро. Вот, что не тянет. А, да, графон лучше у меня не тянет комп. Да. Так что приходится в это играть. Так, там была одна хрень, до которой я все равно добраться сейчас не могу. Вообще, в чем еще полезна эта ближняя атака? Она позволяет нам уничтожать вот некоторый ландшафт, который... Который тут вообще стремный. По факту... Блин. Даже не знаю, что сказать еще. А, еще справа есть шкала перегрева. Это типа... Чем больше мы получаем лилей. Или находимся под какой-нибудь горячей водой или под лавой, там я не знаю. То мы не можем в это время стрелять. Пока наш шкала полностью не опустится. Это, конечно, на то еще тройство будет в некоторых местах. Да ладно, это не столь страшно. Вообще не знаю, что вот это вот там за хрень находится. Но ее можно взять. Было бы, если бы, можно было бы уничтожить вот эту вот хрень. По факту это вообще бесполезный комп. Он нам, по-моему, какую-то подсказку только даст. А честно, не помню, какую он даст подсказку. Да ладно. Так, нам подсказывают, что там есть босс попроще. На самом деле, я что-то очкую туда идти, на самом деле. Попробую пойти в другое место. В общем, вот тут это... Через финальную локацию можно пробежаться тут по игре. Но это, если что, кусок финальной локации. Она тут такая... Проблемная. Немного. Тут, типа, у нас стелс, все дела. Лучше им не попадаться в поле зрения, потому что... Это начинается вот такой вот буритхэдж. И обычно в нем можно легко умереть. Что я очень люблю делать, на самом деле. Привет, Шмелев. Привет всем, кто подходит. Так, ну ту хрень нам как бы обязательно надо уничтожать. Ну да ладно, это не столь страшно. Сейв. Сейв это хорошо. Экспадры я рублю только в том случае, если будет все настолько плохо, что меня все выбесит. Надеюсь, этого не случится. Так, ну у нас тут следующий бассейнский. Да, кстати, смотрим на уровень угрозы. Это тоже желательно наблюдать. Вообще, я рано к нему еще пошел. Но можно было к другому пойти. Но у этого боссу тоже что-то полезно. Поэтому будем пытаться, будем пытаться. Странно отстойко. Эх, слишком низкий уровень еще. Это странно, что делает босс с уровнем угрозы. Пять локаций первого уровня. Вот, зараза, за дело. Пять локаций первого уровня. Пять локаций первого уровня. Это локаций первого уровня. море было зажмите любит прочим усилили нашу бесполезную хрень и грустно я надеялся что хотя бы хоть какой-то получше игры типа сила атаки там еще что-нибудь или костюм в конце концов короче такой булит хелп будет часто попадаться на карли снова сюжет 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 читайте сами тут уровень угрозы показывает минимальный уровень на котором стоит к нему насоваться не совсем хотя в принципе может так и есть тут просто этаж hard поэтому здесь уровне угрозы очень сильно перелопачиваю то есть допустим сейчас мне вообще вы с боссами очень проблемно сражаться на этом уровне сложности потому что допустим 1 уровня я иду как минимум на 2 там или на 3 уровня босса при этом они кстати еще повара теперь другие немного выкидывать чем раньше соответственно жизнью никто же все таки больше стало ли все таки у кого-нибудь топ защитником следил потому что игра то не придорослых предрасполагает собой легкую прогулочку чатик активно работает ну да тут еще повышается броня за босса и точнее не броня как-то кп скорее то есть вот там слева у нас указан уровень это у нас количество в принципе можно еще посмотреть пример стало 13 циферок ну а ваня щас запилю мегамин ща ивана запилю заказал ивана запилю скуп 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 все теперь можно продолжать страдать умирать до теперь сам могу лишь это вечно я лишь прошу что тоже сам сидел херни чтобы мне за часиками следить а часть теперь я посижу тут пока да вообще как тут стремил один орган гуда как-то у нас связи части как-то тяжело ступить 1 месяц надо что-то играть какой жесткий а тут сейчас вообще веселье предрасполагаем что-то после него босса было вообще какая-то жесть это еще ничего это еще сама маус дальше будет гораздо веселее не знаю не станется бы персонаж когда получал урон было бы лучше было бы мне проще по крайней мере еще иногда бывает сложно со всем этим уследить и при этом попадать по слабому месту босса это очень-очень сложно допустим вот сейчас вот вот эту стороную вышку я когда убивал то мне нужно было четко попадать по ней прямо в центр но я при этом должен был следить за всем что происходит на экране это как бы боковое зрение там все дела и прочее это не всегда получается да если бы я рапином не пользовался то все было бы гораздо хуже так что спасибо что хоть разраб сюда запилил рапид файр не было рапид файра на харде я бы в это не рискнул играть ама так нашли снова пика еще один уже 3 целых 3 до первая смерть файр вторая но хотя бы не но дес ну да не но дес это только если на нормале играть а так это на харде никогда не рискну без экспадера настроенного то я не удивился какой нибудь режим но дес но я понял ну да ну кстати мне вв чем-то напомнил графоном наверно да и вообще в целом то что вот большая локация графон очень стильный на самом деле ну графон да такой стильный прикольно сделано типа как жизни врагам просто типа ну это кстати дополнительная опция для жизни врагов то есть она получается ой ее берешь только после определенного уровня когда короче проходишь игру на определенном уровне сложности вот как бонус аа ну там в принципе идет в принципе да враги вот так вот любят зажимать и ты себе толку ничего не можешь сделать потому что что правильно это сраные враги ну персонаж тоже немного того слойпок и все дела может кто-то умирает есть немного есть а я рок играю да играешь та самая точно точно ну правда та самая выходила в 80 году на юник системе я естественно не смогу запустить поэтому я играю на за спектрами ну спектр тоже вариант почему бы и нет ну да все же любят спектр у нас в области ай ну такой серогали конечно конечно для своего имя это был наверное прорыв сейчас это наверное не очень играть но но зашла бы как континди сейчас на самом деле поэтому в принципе нормально играется но отчасти потому что там есть но в общем есть два бага в общем есть два бага какой сам будешь использовать а какой другу подкинешь а поэтому если обузить один баг то игра становится ну сильно упрощается а можно обузить тогда полезные предметы до бесконечности конечно да поэтому ну в принципе я думаю так и буду проходить а ну 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 и ну печатать выводить тоже научиться на рубин гильд делать нечего иначе тут по крайней мере я понял как его сделать с инфраструктурой там просто у меня там видимо настроена была криво поэтому вот поэтому не выводился не показываются по крайней мере что там пишет Сейчас хоть что-то Короче, этот босс говно Все, что я могу про него сказать Этот босс сраное говно На нем я тогда просидел, хрен знает сколько времени Хотя, тут как повезет на самом деле Если повезет его быстро завалить, тогда быстро завалишь Не повезет, ну... А? Локации непонятные Не совсем Босс просто говно-то еще Ну не знаю, его как по-нормальному Я буду служить 200 раз Бля, что за похрута? Как видео, блядь? Ну, потихоньку снимать вот эти вот штуки, которые он Выпускает Потом, когда он открывается, уже самое главное Его валить Короче, веселье Полным ходом я иду сейчас Это худший для меня пока что босс На ранних этапах, потому что У тебя нет ни хп, ни оружия нормального Чтобы его победить Что-то ты заходишь сюда Поэтому ты просто тупо ждешь, пока тебе повезет С его паттерн, там еще прочее А что ты, если он не делает, не возьмешь прокачку И тебя потом уже дешит? А как я потом возьму прокачку, если она дается за боссов? А Я бы тоже с удовольствием взял хорошую прокачку себе Чтобы с этим боссом совладать Но Черт Я не заметил Да с цифрами-то не то, чтобы проще С один хрен, даже если ты не путаешь босса с этими мудаками Ты все равно как бы до босса хрен достанешь В этом вся проблема То есть все равно надо убить сначала Мелких таких врагов, чтобы они тебе не сильно мешались Потом уже Спокойно Валить остальную В смысле валить самого босса Ну да, да, да Иначе они нападятся И ты уже ничего не делаешь Да, конечно Когда он все Ну последнюю атаку такую подобную проводит Тогда все нормально Там он новых синий демонов пилит При этом демоны полную лохи Правда, он, конечно, сволочь летает Своим паттерном сравнением Куда я его толком не могу нормально прогадать Чтобы спокойно его вынести Херач Стараюсь Хочу, в принципе, нужно две волны пережить О, типа того Судела Да, 100 может, 30 снять Мое начать Но, к сожалению, все это На словам еще роща Ошибаться Черт Мало осталось у него, такое мало Но я сдох Не, в принципе Уже лучше, чем раньше Раньше совсем все Просто он начал смотреть за этими рикошетами с ранами То есть, считаю, он стреляет же Двумя типами выстрелов То есть, обычные эти сраные выстрелы Которые немало КБ у тебя сносят И выстрелы жопные Которые рикошетят И создают просто здоровые выстрелы При этом надо как-то все это стараться реагировать И у меня это не всегда хорошо получается Естественно, надо находиться лучше вблизи босса Когда он открывается полностью Ну да-да-да Так, по крайней мере, его можешь при помощи захерачить Да даже не рапида Просто сможешь у тебя побольше подпускать снести Без того, что вблизи Короче, да, это жопа Если что Чё, нет никаких предметов фарбующих тебя Ну, несколько на другого босса Другие боссы похоже Это самое оптимальное То есть, получается, что он сделал тупая поцельность боссов? Да Ну да, очень-очень прикольный Как-то не очень прикольный Есть какой-то споринг, что-то вообще такое Нет? Не знаю Блин Чё-то не туда Залез Ой, чё ты счастлива Тут просто от положения босса тоже много чего зависит Если он хорошо встанет Угу Я снова видел, да Там могут откроются, наверное, вообще могут кто-нибудь снести Чё-то это надо было Чё-то это надо было Обычно он вверх поднимается чуть-чуть потом Чуть ниже, потом снова наверх Но в этот раз он решил действовать по-другому Угу 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 Ну да, босса-то всё Босса сам и по себе немного других Ну то есть Ну то есть Как бы типа интересно Гриша, Гриша, Гриша Да ладно Чем хард? Казал бы на норме хотя бы Либо Либо Шейнджер Либо Ну кто-то у нас опрошёл Базлкидом Дексер Вод Ну Ну Трав, там вчера FosTrans всё-таки был Как-вы как И Кто же знал что игра такая будет Сюровая Вчера я вообще не смотрела Мы ещё бухали Ну там, если что, на канале 6 часов лежит стрим Этой горке Так, сейчас надо думать, куда мне идти Нет, в принципе, там указан босс, на которого я сейчас могу пойти Чтобы мне было не так сложно его убивать, но тем не менее Ему еще добраться надо Тут некоторые локации есть, просто очень-очень жоп Допустим, вот эта вот локация Ну, она из-очень жопнул сам, если врага вовремя убьешь Ну, Раф, я тоже думал, что я ее буду проходить, но за нее сел Игорь Бедный Егор Острелы за нашей хихи Да, кстати, вот мы с вами за этой локациями немного Undertale, например Там что-то похожее, это тоже звучало Кредит, по-моему, с папирусом Так, тут иногда появляется вот этот мудак Это типа босс Ну, на самом деле он действительно босс Такой он стрёмный босс Как бы неофициально Может появиться где угодно И... Ну, что-то дает Не очень-то важно, на самом деле Но... Что-то дает Что-то сияю Лоу, ныч На самом деле На этого босса мне еще рано как быть Нет смысла его побеждать сейчас Можно на выапорте реквестер кидать в ваши травы? Ну, кидайте потихоньку Вообще кидайте там в реквестер В тему для реквестер Просто... Будем по мере... Возможности исполнять Ну... Ну... Молуси кидает D-D-L Он обсудить с японским правительством запрет на продаж высоких эртистических игр Хе-хе-хе-хе И высоких эртистических игр? И высоких эртистических игр... И высоких эртистических игр... О... Оу... Оу... Хе-хе... Да... Именно так... Кстати, а что за шкаловать тебе справа? Я, кстати, не так не помню по поводу уровня угрозы Так, шкала справа это нагрев, то есть если она хоть чуть-чуть заполнится, оружие мне будет не будет стрелять. Это плохо. И соответственно каждая атака определенным уровнем нагрева обладает. То есть допустим я сейчас в эту вот лаву зайду, я буду нагреваться и при этом я не могу стрелять. Это плохо. Допустим, попадет меня вот эта вот маленькая крестообразная пулька, я быстро восстанавливаюсь. Если у меня попадет что-то посерьезнее, то ничего подобного. Я буду чуть дольше восстанавливаться. Это будет сложнее. А что у тебя уровень угрозы, я так и не понял. Уровень угрозы это типа сложность, грубо говоря текущая сложность локации. То есть где уровень угрозы первого, там враги лохи, там они убирают быстро, у них это мало. А вот допустим сейчас уже уровень угрозы 5, сейчас все становится похуже, чем было раньше. Враги стали жирнее, атаковать сильнее. Так, босс. Тварь таща. Не, серьезно, босс тварь. Какие-то кризис действия. Какой-то Gradius пошел. Как был уже градусный босс. Да, видел. Какие боссы сами. Построй заколы. Блин, видишь, когда такие боссы с кемп-тем, типа когда... Ну, нельзя его просто взять и убить. Стоянно. Нельзя постоянно бить, то есть какой-то там есть. Неа, переезжать надо по ТР или что-то еще выполнить какие-то условия, что может быть боссы ненавидишься когда-то. Ну, куда может быть постоянно, но типа дальше там уже как сможешь. Скажи бы кто любит такие боссы. Не знаю. Просто тоже не фанаты из наших. Как бодрость духа, например. я прошел с первого раза внезапно ну прав я этого босс когда первый раз играл на харди я его прошел с первого раза на последнем потом второй раз когда играл на харди этот босс меня троллил только так постоянно и он меня выбесил серьезно прочь мне дали отбирать на патроны по моему теперь я теперь не полное дно ура то есть можете зачаржить вверхнем правом углу виски тракет бумеранги вот короче компьютеры собранные пекарни получается ракеты сила моей атаки бумеранги стрёмный charge который как бы отражает выстрелы нужно его четко использовать речь вниз это что у нас это у нас костюм защищающий тепла то есть пока что у меня но я теперь меньше перегрева перегревать от творожских атак но все еще слабо по счету слабоват ладно в камере уже хотя бы не полное дно в плане атаки мне хотя бы раздражает туда да у меня слабая атака здесь потолка еще по два врага падает на нем я сидел да будет тоже мне раздражает на самом деле хотя на самом деле будет это безысходность я еще не безысходность бесходность быть позже хочу всех пределов разумного разумная безысходность да кстати у нас еще charge стрёмный очень стрёмный там еще не можем с ним ничего делать так вот три нас лучше сам чарли что он типа отражает вражеские выстрелы на такое говно что им пользуешься раз в туалет это только чтобы ландшафт уничтожить конечно можно пытаться рядом врагу подлететь его урон довольно таки высокий по моему сяпки что проще как по мне так это зарядить вот графит фаером ну и все и толку будет лучше стримеры раздражать все боссы да вообще босса раздражать всех все же стримеры стримеры раздражают босса не стильные не спорим битвы с ними она очень-очень напряженная еще зависимости от того как босса поведет как мне повезет скажем так от этого зависит симпатия к боссу не патчис это не спектр со пика а и дн пика интересный 6 и не пика гейминг допустим вот сейчас он нападил у врагов не довольно жопа с ним стрелять стало при этом тащи хрень непонятно летает может отцепить босса не врагу да нет тут надо сначала убить всех врагов потом уже это во первых во вторых нет так даже проще потому что они плодятся ну когда уничтожаешь вот эти вот все штуки так аккуратно аккуратно я сказал аккуратно сейчас теперь видите да завалил всех врагов подойдет второй раз появишься корабли которые водили в год босс открылись стенки то есть если когда бы я просто не могу стать на пустое нет о чем понятная опять братья а принесли уже стать в идеальный пиксель как ну вот нам улучшили чардж бесполезно то есть теперь у нас такой полный рост персонажа да 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 так куда мне теперь идти куда можно пойти куда мне нужно пойти в чем самый главный вопрос сейчас тренд у то что здесь у меня отражение вражеских выстрелов работает Довольно фаршиво. То есть, я эти выстрелы-то отразить могу, но они врага-то не заденут. Они ему урон только не несут. Какой хрен тогда их вообще отражать, если они ничего не делают полезного? Чтоб тебя не влетело. Ай. Уворачивайся, уклоняйся. Всё. Перекатывайся. Регенерируй. Волик перекатывайся. Вы перекаты не завезли в игру. Где ты летаешь? Ну, вот я могу вас отбить в пыше, мне не смещать позицию. Удобно. Най. Лазар убил. Отстой. Пап, насрать. Серьезно, насрать. Там всё равно Пыта находится. Пап, насрать. Ещё одна. Фронтир расположен тако стрёмно, как он так берёт и прячется из-за этой хрени, куда я не могу опуститься. Ладно. Сейчас они хотят, вылезали повыше. Сейчас хоть есть шансы. Пап, насрать. Вот так да. Вот так я сказал. Мария Лазер, сраный. Почему ты не хочешь умирать? Все, молодец. Следующий ПК. Следующий сюжет, который сами почитаете. Так, ладно, тпшимся. Куда подальше отсюда. Сюда, например. Какой-то у нас тут клуб любителей электронных. Да, я тут гир с кортцем. Обсуждаю человеку. Вейпинг свой. Ну, что бывает. Краска стимул Робинвурд тут. Че-то все начали писать книги. Я такой сижу. Вот так факт. Облачать надо было чатик вывести, чтобы можно читать. Чатик всегда живет свою жизнь. Да, такой... Я типа читал, ладно. И поэтому хотелось бы боить. Комментирует. Ответь на чатик ничего было. Называется правильный обход врагов. Ладно, почти правильно. Все-таки забил, сволочь. Ну, давай. А, ну, теперь можно залить этого врага. Черт, лазерного лазера. Много брючка. Все, 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 со своих опшенов. Теперь их реально умеешь, да? А, так так. Идет. Ладно, до сейва добрался уже что-то. Хороший. Хороший. Ну, блин, что я не считаю, что это игра. Какая-то просто тут она была набор босса. Я ждал от того, что сделает один человек. А, один человек? Да. Ну, вот такая вот ситуация, когда я тебя беру, ты заживаешься. Ты ничего не можешь убить. Тогда. Ну, почти. Стался один враг всего. Когда я тупо сдох. Ладно. Черт побери. Тут сюжет есть, не знаю. Сюжет иногда, что-то там рассказать, но я не читаю. Да, тут есть сюжет про то, что мы прилетели на базу робота, который боюсь с человечеством. Которым... Которым бесконечная борьба с человечеством всего. Мы должны уничтожить этого робота. Потому что он угрожает земле. Все такое. Именно поэтому мы... Вот, например, сейчас, если я можно было бы отражать... Эээ... Можно было бы иметь вкус постоянно. И включать люлей. Мне так порой, скажем так. Ну ладно. Просто тут иногда... Действительно, это гораздо проще пробегаться. Эх... Лазерный дракон, он тоже, конечно, тройщик. Это какой-то метроид с нулевой гравитацией. Но, в принципе, оно так и есть. Да, просто метроида подобная игра, и все. Да, метроноид. Очередной. Эээ... Вторая часть. Первому роботу уничтожали, но оказалось, что на базе он возрождается. Ха. Это правда. То есть, я даже не перейра. Ну, вроде как, да. Кирократик психул. Типа того. Ложишь. Хмитвай дворайфайк. Нет. Копка. Да уж. саразме ты сможешь ты смог первым просим один вас так наконец-то мы доберемся до этого странного врага а что метро и файтер за x ну да так называть они хирокор вот этот чувак проблем вот в этих вот ребят когда они появляются грубо говоря это босса заменители которых жизни столько же сколько у босса второго например даже больше чем 2 босс и при этом это не босс не босс если мини 128 ну блин да чё за что-то еще на самом деле не самый страшный я убил босса и босса ой блин и дошел до босса да вот про этого босса говорил раб то что босс говно босс урод босс мудак все такое я полностью согласен прозраб тоже одна жизнь а манта им очень круто да плевать я все равно сыграл что теперь босса и там вектором приду же все нам убился на как-то так сейчас уж на материю херач не дожил чуть-чуть потому что rapid fire наше все спасибо турбокнопку что вывести свыше живой просто если бы не был турбокнопки вот просто вода нагибался бы нагибался еще раз нагибался отчете оружие твой сильный какой-нибудь ну на третьего уровня уже так что я даже сказал теперь я не полный обмен оно типа двойной урон наносит себе не знаю короче ну ты понял ну короче да значит не больше после как бы да быстрее значительно выносишься неплохо неплохо да вторая форма еще есть с этого босса начинается такая клейка что теперь боссы снимают эту формулу что вот все нужен спал что твоя форма но вижу попасть 5-5 летающий значит что-то дерьмо летает взгляд не может я если он тут застынет конечно можем поймать но вы тут хотя бы это по теме к этому не может быть все прошел на последних на нормале проходили у меня вообще он самом деле просто тарас твоего проходил в какой из попыток своего прохождения я прошел первую форму снова дамич грубо говоря вторую форму уже просто почти в перемязываю вот такое не солидно не солидно считаю что наверху этот хорей находится который мы сейчас возьмем и убьет чисто сейчас буду просто аккуратно действуйте все ты хиппи одно хиппи 0 хиппи ну там тупи просто сильнейший лучше уж эксен как вот там цемь верш поиграть ну она не слишком хардовая она вполне себе адекватно нормальная она тем нормальная если хорош вузы а проблема отражения в том то что она говно серьезно потому что ты им просто не попадаешь а 10 секунд да 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 а ты манец да дольше гораздо было бы гораздо гораздо лучше так что с этой хрень я буду немного помаюсь ничего посмотрите на мои мучения эх не знаю пришел это второй босс который был там да там три головы у вас ну да 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 на нам я замочил эту штуку барьера включился у меня столько начал мочить да я должен был умереть а скоро так получилось ну ладно по идее когда уничтожаешь все кроме босса то это значит засчитывается что ты это уничтожил а так что это хорошо я надеюсь игра таки же не будешь меня тролить ладно я не будешь тролить спасибо спасибо но все таки радует что здесь нет режима ноудес и прочее значит это было бы трольство все следующий пк уже 6 из 10 так куда мне можно сходить можно мне сходить и вот сюда обоих чупика делает рассказывать историю об игре вроде как так я не знаю насчет концовки влияет на нее как то или нет я не проверял я всегда эти пк собирал эхо все таки я туда пошел надо сходить такс идем вниз боже какая чудесная игра не сказал бы стример тоже бы и сказал бы кто не сказал бы стример играет не хочу левл апп я замочил этого босса это босс был? ну да это рука это рука нет там не рука там короче ликвидатор ужасно да типа суровый но не повезло ему блин мне еще не дали костюм плохо мне еще не дали костюм не нужно значит мне еще рано сюда идти это еще один босс хуэр ну да он стрёмненький если попасть в паттерн нормально то есть он умирает быстро довольно если близко к нему подлетать и попадать и при этом чтобы он не это в тебя не попадал это сложно при этом скотина еще любит таймаутицы потом снова прилетать то есть тебе нужно за ограниченное время убить этого блюдка к сожалению это не градус в котором за тайм-аут босс проходится да bullet hell пацаны bullet hell ну серьезно вот это сейчас уже адовая блюдка пошла что это за херня не а а а а а а да да правильно сделать иначе это было бы общая да некоторые комнате необходимо всех убивать эй телепорт или портануться хотел сволота ну ладно да прикид привет никита антушкевич всем привет кто подходит привет всем что же залипай вырубишь на хп такие вот локации мне не нравится когда нужно сражаться с этим огромным блюдком при этом такое как бы немного ограниченное пространство ну да 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 там то ладно в тот раз пространство было побольше там все гораздо лучше будет а 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 и а а а я приступим могу просто забить на это или протектироваться в сейфе дала покажу все комнаты заходишь я у меня у меня ты все еще бьешь и теперь убил я вас поди рост пожалуй плюс перенекте поищи за щекать имени босса больше волоса больше боссов люди любят сражаться с боссами да чем придумать комната может быть просто мини босс для комнаты пусть дальше каждый раз таких игроков и дизайн последний о чем будут разработчики на самом деле но и херово туда пошел поэтому умираем идем правильный маршрут . этого висец к это соус помню что по боссу вспомните ален солодов клиент не только бусы пусы примерно там тоже, да, как-то нет, там что-то интересное, босс интересно сам по себе. Вот этот соус, помните, там только в бусы же. Ну, да, это последняя игрушка, какая-то. Вдохновлён на дарк-соусом все дела. Получает повреждения, умирает тупых выстрелов врага. Пять мини босса. Фак сгид. Фак сгид. Обидно, что у них это только на сейв. Поэтому хочешь не хочешь придётся тебе всё. Проходить умирать. Умирать и умирать А на самом деле там не столько Пока что Пока что Давай так уже И вот этот локация мне еще не нравится Пушки дурацкие Потому что она дурацкая Все, ладно С этим мелким ублюдком разобрались Теперь осталось С этим здоровым ублюдком разобраться С ним это уже проблема Что он здоровый слишком Залипать Шарамы залипать Да, что-то сошка вы ему так хорошо Я вижу Спать Чего нет Еще нет Лови лицом все Это моя тактика Поймать лицом все Потом по коврагу не ожидают Убить его Господи, еще на этот пор Ядро Нужно больше ядер Шардов колоссис Но там Я только слышал про него Сам не играл А то вы можете с удовольствием Я тоже Как слышал Шардов колоссис Шардов колоссис Шидевер Ши et Лови лицом Играет музыка Играет музыка Играет музыка Такой босс, такой босс, какой напрямок Какой босс А еще что ли? А у нас восемь пп, а он бы уже был трупом Чертого звездочка твое налево 2 форма у меня зажал просто чуть чуть не получилось хотел сделать папа что-то делать вообще кстати я не встречал по-моему нормального прохождения на харви сначала только бус раш на карте мировые рекорды звуком снова заводят Кстати, опять же, во многом зависит от того, как босс решит атаковать То есть, не вполне может повезти, может просто тупо мне повезти Все просто То есть, у босса нет четкого паттерна Ох, нух, нух, мазафакер Как нет, это же вводить в таком случае Не заметил камни Надо было с первого раза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хватит меня отбивать ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два ХП конечно Субтитры создавал DimaTorzok